Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Это Destiny, если переводить по-русски, судьба. Сегодня мы сделаем, ну, можно сказать, первый взгляд. Я вам покажу, расскажу, что я тут увидел. Играл я... Ну, недолго, вы можете видеть, вот мой первый профиль. Играл я за охотника, и раса у нас, естественно, человеки. Давайте сделаем новый профиль и выберем, что тут можно. Титан, Хантер и Варлок. Видите, вот так вот. Я выбираю, опять же, Хантера, то есть, что я делал, в принципе, и в прошлый раз. Выбираем. И тут есть очень обширные настройки кастомизации вашего перса. Давайте выберем девушку по традиции, да? Ух ты же, мать моя женщина, какие брови! Ну, выглядит очень хорошо. Хочу заметить, что в плане графики игрушка просто бесподобна. Так-с, давайте посмотрим, что у нас за... Ах ты же, почему ты такой белый, как ведьмак? Не знаю, почему. Видимо, одна из раз. Ну, смотрите, кому как нравится. Как вообще поиграть в пререлизную бета-версию? Вы должны в PSN заказать себе... Так, тихо. Вы себе должны в PSN заказать версию за 4 тысячи, либо за 2 700. Там есть очень крутая, там за 4 косаря версия игры. Либо вот купить, как я, за 2 700 и лишиться некоторых плюшек, но зато есть возможность поиграть перед выходом игры в сентябре. Вот такого вот можно чудика взять, но мне кажется, что мы вернемся, опять же, к расе простых людей. Так-с. Фейс. Можно выбрать, я так понимаю, лицо по угрюме, но делать мы это не будем. Похоже, кстати, на Милуёвич. Сейчас. Давайте сделаем потемнее. Как насчет того, чтобы сделать Риану? Вот, мне кажется, вот такой вот цвет волос очень хорошо гармонирует и с цветом лица, и с замечательным цветом помады. Я думаю, мы ее оставим, да? Или можно сделать другой. Ну, например, вот такой вот. И цвет глаз. Давайте сделаем вот такой вот приятный голубой цвет глаз. Поехали дальше. Пока что доступно очень мало, в принципе, возможностей, но то, что есть, очень даже радует. Вот различный причесон можно сделать. Вот такой вот, например. Тоже неплохо. Забавно. Напоминает, помните, как же эта игрушка-то называлась? Чинсоу. Что-то там такое. Надо было девчонкой бегать из группы поддержки и рубить всех подряд. Примерно такая же прическа была. Тут опять на Милуёвич, похоже. Вот. Это уже похоже на Риану. И давайте выберем себе какой-нибудь классный цвет волос. Например, вот такой. Ну, супер. Просто бесподобно, как по мне. Мне лично нравится. Не знаю, как вам. И последний пункт. Можно себе вот тут мазюкать глаза или какую-нибудь такую вот эпичную раскраску на лицо. Либо полностью это дело убрать, если вам не нравится. Вот такая вот черепушка, чем-то напомнила Call of Duty. Но знаете, что мы сделаем? Давайте сделаем вот так и сделаем, наверное, тени под глазами. Это, конечно, очень красиво, но не всегда и не всем идёт. Я думаю, можно оставить вот так. Такую-то раскраску. Финиш нажимаем и поехали смотреть уже на геймплей. Такс. Разработчик у нас Bungie. Компания, которая подарила нам в своё время первые три части хала. Activision у нас издатель. В России издателем будет новый диск. Ребята обещают... Ну, как обещают? Они говорят, что игра будет на английском, но с русской документацией. Но люди делают петицию и хотят, чтобы локализаторы занялись игрой вплотную, и нормальная была хотя бы там субтитры, и озвучка, может быть. Такс. Заставочка очень эпичная. Чем-то, знаете, сейчас напоминает Lifeless Plan, который недавно прошёл для канала. Но очень современную и очень крутую. Кратенько. Пока мы смотрим заставку, я вам расскажу, что, в принципе, нас здесь ожидает. Человечество пережило рассвет своей цивилизации. Люди исследовали Солнечную систему и надеялись, конечно же, на самое светлое будущее. Однако в один прекрасный момент всё просто пошло. Трах-бабах, и всё плохо стало. Тар-тарары, да, как говорят? Произошла некая глобальная катастрофа. Человечество было разбито, и казалось, что якобы полностью уничтожено. Если бы не странники. Что за странники, я думаю, мы сейчас с вами узнаем. Так. Космонавты с автоматами, по-моему, очень эпично выглядят. Так, смотрите. Что же они там увидели? Вот, смотрите, огромная сфера неизвестного происхождения. Она защитила людей. Вот, в принципе, такие вот у нас с вами пироги. Никто не знает, что это такое. Никто не знает, что такое странник, кто это вообще. Но все очень благодарны своему спасителю. Так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры создавал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзка. Дима Торзок. И это было закончено. Но это было тоже начало. ... Чудненько. Чудненько. Вот такое вот у нас, ребят, вступление. По-моему, очень неплохо. Так, и напоминаю, что игра выходит 9 сентября. Если не успели сделать предзаказ, обязательно делайте. Я думаю, что оно того стоит. Они очень много говорят, очень хорошие оценки. Тем более такие вот именитые разработчики. Так, ну что, давайте уже поиграем. Космодром Old Russia. Смотрите, написано. И сейчас непосредственно мы с вами можем видеть, насколько хороша игрушка графически. Очень даже неплохо. Так. Напомнило сейчас, знаете, что I'm Alive. Примерно такое же начало было в той же игре. Тоже полная разруха. Все очень плохо. Ну, там надо было, насколько я помню, найти свою семью. Здесь у нас цели и приоритеты немножко другие. Летающий робот. Это у нас уже напоминает Borderlands. Помните, первую, вторую. Также напоминает, и, конечно же, портал. Да? Посмотрите, какие ржавые автомобили. Какой ужас вообще. Я так понимаю, он, видимо, ищет нас, да, скорее всего? Или хотя бы хоть что-то живое. Скелеты, все это поросло уже. Нет. Так-с. Его запалили, да? Угу. Блин, графически, конечно, игрушка тащит. Я ничего не могу сказать. Выглядит просто безупреченным. Ну, как говорится, Next Gen, так что удивляться не стоит. Давайте уже играть. Ну, уже быстрее. Хочется опробовать это дело. Это возможно, да? Он говорит, как? Типа, неужели выживший оказался здесь? А, вот и где. Мм? Так, нас нашли. Я думаю, что именно сейчас уже можно будет начать играть. Да? Открой свои глаза, человек. Давай. Ты жив? Слава тебе, Господи. Я призрак, да? Ммм. И ты... Ну, ты был живым долго. То есть ты теперь будешь нашим призраком. Замечательно. Будешь нашей тенью, да? А вот это нехорошие звуки. Угу. Так, ну что? Ну, в принципе, понятно, говорит. Я тебе помогу выжить. Давай, следуй за мной. Я буду тебя направлять, куда надо двигаться. Если будешь хапайенькой, будешь слушаться, то мы с тобой выживем, и нас никто не тронет. Хорошо. Потому что на данном этапе, скорее всего... Да, оружия у меня нет. Ух, замечательно, друзья. Ну что? Можем теперь играть. Давайте осмотримся. Нажмите на панельку эту на геймпаде, чтобы открыть менюшку. Следуйте до этой стены. Ах ты же, мать твою, кто там рычит? Я хочу осмотреться. Блин, ну классно. Картинка, по крайней мере, радует. В этом плане я ничего сказать не могу. Все очень необычно. Так, ну что, погнали, потому что там я видел, вражина была, и лучше с ней не связываться. Угу. Ну класс. Знаете, я на это смотрю и представляю, ведь скоро же FRFB, смотрите, там написано. Да уж. Скоро же выходит Last of Us Rebastered. Вот будет интересно посмотреть. Если там такого уровня графончик будет, это будет круто. Может быть, даже пройдем для канала повторно. Потому что некоторые серии, к сожалению, пришлось удалить. Надеюсь, что подобного не повторится, и на грабли наступать больше не будем. Такс. Все, конечно, прекрасно. Все, конечно, очень постаполиколептично, я бы даже сказал. Так. Чего у нас тут? Что такое? Просто груды металла уже. Так. Так, нам явно сюда. Текстуры мы разглядывать не будем. Я думаю, как-нибудь без этого проживем. Давайте смотреть именно на геймплей и что интересного тут нам предлагают. Так. Значит, нам надо найти оружие, да? Можно нажать, в принципе, сюда. И... Хорошо. А пауза работает? Работает. Вполне себе неплохо. Так. У нас первый левел. Тут можно прокачиваться. Различные. Видите, у нас плюхи уже есть. Да? То есть... А нет, у нас ничего нет. Но если что-то найдем, я так понимаю, можно будет прокачать, нацепить на себя. Что еще тут нам показано? Наш инвентарь. Тоже пусто. Пока ничего нет. А-а-а-па-па-па-па-па-па-па. Настройки различные. Субтитры можно включить. Звук я не знаю, где-то настраивать. Хотел чуть потише сделать, но, видимо, не судьба. Так, побежали. Че у нас? Ой. Тихо. И шуми. И шуми. Не надо шуметь. Шум может привлекать этих тварей. Так. Начинается, знаете, самый настоящий хоррор. Я надеюсь, что в будущем нас порадуют на PS4 хорошими хоррорами. Вот с такой вот этой атмосферой. Это было бы очень классно. Аутласт просто тихо завидует в сторонке. Так, пробираемся. Хочу заметить, что когда мы включили фонарик, светодиод на геймпаде, PS4 очень ярко начал светить. Если играете в темноте, как я первый раз запустил, практически всю комнату освещал. Ах ты ж, твою же мать. Так, ребят, он куда-то пропал. Я так понимаю, что-то надо было взять. О-о-о-о-о-о-о-о! Какого хрена? А, бежи, бежи, бежи! Так, мы нашли винтовку, да? Отлично. Все, погнали. Немножко непривычно. Я очень давно в шутеры не играл. Последний из шутеров, что я пробовал, это, по-моему, был... а килл зонт watch for motion on the tracker понятненько у тихо стоим бы вроде пока никого нет что мы можем делать я могу вроде как а можно ножом ударять отлично замечательно ребят знаете все таки вот я играл сейчас братьев проходил для канала иксбоксовский не такой удобный все-таки для ps4 геймпад как-то поприятнее вам скажу лично вроде как прописали смотрю неплохо и получили за каждое убийство себя очки опыта замечательно что ублюдки готовы такс вроде пока все тихо враги периодически появляются ну опять же это бета поэтому финальный релиз будет намного лучше хера себе это чё было я ему как-то прописал даже сам того не понимаю как мы это сделали понятно похоже знаете на этих из масс эффекта там похоже как раз раз было такс тихо что еще ты умеешь делать так и целиться и стрелять надо разобраться с управлением чтобы потом прыжок присесть треугольник это что круто слушайте можно танцевать я и не знал даже твою машину ты еще умеешь делать типа присяду я посижу чё-то я утомилась да мы все-таки за девушку играем то есть могу вот так вот присесть отдохнуть игрушка можно проходить коопе то есть можно ждать напарника и вот так вот отдыхать забавно надоело отдыхать можно встать потанцевать показать пальцем на кого-то и последний жест это помахать рукой вот такой вот интересный набор движений очень необычно то есть самый разгар я могу спокойно взять тихо тихо хватит танцевать дождит у нас тут видишь проблема x понятно как насчет того чтобы умереть от ножа падла и хера сюда сюда тупо всех ножом перерубим сейчас замечательно мы же играем за охотника я думаю для него это нормальная практика так надо залутать у каждого должны быть какие-то ништяки да можно кстати рассмотреть врагов повнимательнее вот такая вот у нас вражина самые так понимаю простые ребята а никакого ужаса на данный момент не представляют что там за трэш счет я туда не особо хочу идти потому что представляю какая жопа нас там ждет что это эта стена да это мы внутри этой стены смотрите как это все выглядит офигеть бета-версия а выглядит все очень неплохо я вам скажу как шутер вполне себе интересно но не стоит забывать что это ммо фпс то есть тут если прокачка при том полноценная так мы взяли с вами оптику снайперская винтовка на геймпаде конечно стрелять не очень удобно но мы попробуем такс как менять оружие треугольник понятно ах ты ж сибирский ты валенок трап майнс да не касайся иначе отправишься на тот свет понятно их в принципе можно подстрелить но я попробую наверное аккуратненько так пролезть хорошая не касайся привет прям по яйцам ёпты хорошо блюдо да тебе тоже по щам давай готовы я даже не знаю где мы так научились стрелять из оптики это конечно не хэдшоты но яиц они точно своих лишились там умер уже падла вроде все со всеми расправились знаете кел зонку напоминает реально вот я играю сейчас помогает конечно авто прицеливание тоже играет свою роль на ёпта и сюда сюда иди да враги конечно совсем тупори сейчас очень простые так надо забрать что это такое забираем ничего нет полезного счет совсем пусто ладно давайте возьмем оптику конечно лучше выносить врагов не подпускаю к себе близко тут что-то есть нет печалька дакс люди о слышу слышу чё там от респаунилась по ходу 9 тени его видна была сюда падла где-то там криктишь с товарищем или просто по мультиплееру мне кажется игра будет очень добротная а так это моя тень была ёпта я думала это кто-то пришел здрасте добрый день умирается чёныш буду тупо вас ножа всех валить все таки бетка может себе позволить немножко побесаёбить понятно на близкой дистанции с оптики только по воробушкам стрелять давай мне очень не хватает пару гранат вроде бы как мы еще не находили и сюда и сюда падла главное не начать танцевать перед врагом потому что он может не понять такого юмора представляете да в самый разгар начинаются танцы вот такого типа мы всех перебили за 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 но это все забавно конечно но не перестаю радоваться тому как это все круто выглядит что такое можно взять нет по крайней мере эти вещи хоть можно сдвинуть и это по моему большой плюс что мне сюда занесло то собственно так блять наша тень знаете она так иногда пугает я вот стремная тема брызги тоже есть знаете на таких мелочах конечно заострять внимание не стоит но проверить тоже нужно что у нас тут очки полезно есть чем захапать нет чтобы мы тут побывали ничего не украли удивительно просто так забираем ужас какой блин классно все таки это все сделано я надеюсь что не сделают просто какой-то тупой шутер который знаете после первого прохождения удалишь и забудешь вообще что это такое так девайд олд рэша старый космодром вижу discovery у меня как раз такой в детстве был игрушечный я помню это конечно даже не лего но тем не менее хорошо смотрите по крайней мере мы вышли с вами на открытую площадку и уже очень даже потемнело на улице что это было вот что такое кого хрена очень сильно mass effect напоминает там что-то зарушили блять летит какой-то космический корабль смотрите у меня нет ни рпг ни базуки ничего я никак не могу это сбить а очень хочется ну понял понял тебя вон танки смотрите российские явно да я не очень разбираюсь танках так что тут уж пардон что там написано вход воспрещен понятно rfba так там по-моему можно было бежать давайте попробуем вот можно подкаты делать очень напоминает как в этом крайзисе помните вот подкатик там высадилось очень много вражины я предлагаю аккуратно ублюдков перестрелять сукины дети где вы ну уходи по одному что я пока не вижу чтоб они как-то спешили на смерть свою во вижу привет ребеночек ма ёпты тебе тоже в щи ах чёрт сработало автонаведение но хрен мы там попали такс на тебе прям у нас как-то знаете наша бобёна целится тупо в яйца по-моему всем подряд так тихо очень опасный ублюдок но я все равно круче так кто следующий там вроде кто-то копошился я видел какая-то инопланетная жопа там бегала сейчас пойдем проверим чё там во вижу ой бля чё-то ребят вас многовато тихо тихо готовы готовы ну хэдшотики раздавать мы тут вряд ли получится вряд ли мы сможем ах как она такая ах типа знаете как будто там ну что-то попало там в ногу там какая-то песчинка там или просто легонечко так на что-то ударил блин то что у него стреляет как-то плевать это что такое мы же не тайт не в титан фолд же играем я смотрю какие-то роботы огромные то есть это когда-то ходила и кого-то убивала очень радует тот факт что уже оно как бы не двигается так здесь какие-то ангары можно это дело смотреть чё-то как-то не густо можно потанцевать хули олег брейн дэнс видите написано everybody dance на-на-на-на-на я купил destiny на ps4 я танцую давай танцуем сегодня мы с тобой танцуем можно конечно сесть и отдохнуть если ваш напарник вышел или наоборот вы его ждете да пока он зайдет так тут все мертвы чё бля я думал там написано олег думал какие-то клоны понятно ты напросился сучоныш отведай силу ножа сила ножа брейна давай найдем узнаете как это наш главный герой из фар края 3 тоже любил всех рубить привет хули нежданчик не ждал да ха 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 прям в ебле это что такое ребят мы вас не сможем зарубить с ножа уже какие-то летающие дроны хрен его знает что это готово готов тебя тоже надо зарубить да о левел ап да детка мы качнули левел давайте посмотрим что нам дают брейн уже второго уровня круто такс что это такое можно качнуть а пятнадцатый левел нужен нифига вот я нажимаю но ничего апгрейд треугольник пардон так давайте гранаты качнем да у нас почему то как бы не было гранат бинс ту эл один окей ушки гранатки у нас уже есть сейчас проверим да да конечно вот мне этого очень не хватало find the ship отлично поехали искать знаете игра мне нравится если бы добавили субтитры русские вообще цены и не было а если бы у кого-то еще из моих друзей появилась ps4 это было бы просто шедеврально играли бы вместе тут же коопчик все таки есть потому что так написано и я видел уже на ютубе были ролики с кооперативом очень весело очень забавно так с чего у нас тут есть кто живой а то я готов убивать хватит танцевать когда ты слышишь каток убивать не нужно так делать они по моему тоже слушайте они тоже танцевали ёпта ребята туса ёпта блять тихо я уже подумал не очень рады но я смотрю не особо я гену кинул же убегай бегай по моему там была граната он кстати не ожидал такого подвоха мы как-то обманули его очень злостно здрасте ай нету грен твою же налево так этого не хватает сейчас а вот сейчас очень даже может бабахнуть замечательно ракуем друзья слушай ты меня затрахал уже ублюдок пошел в жопу привет не ждал наверное да он точно такого не ожидал что такая злая бабёна прибежит и начнет его с ножа убивать что это за мать твою что это я не знаю что это может это мины кстати очень похоже но напоминает как было помните голова большого папочки из биошока как раз такая штукенция так гранаты у нас восстанавливается то есть я не могу их нигде подобрать эта шкала ведь постепенно так заполняется вижу вижу блюдка хуяк прям по яйкам да наша бабёна знает куда целиться тихо пихопадла получил козлина сейчас вы меня попляшете ёптель о патронов нет это плохо надо искать по моему зеленые такие ящики а дочисти эту территорию я понял понял сейчас буду зачищать о надо вот того вот мне кажется дьявольский капитан как раз должен отведать порцию свинца пока патроны не закончились беги беги кидай беги суть игры кидай беги убивай так давай пока мы немножко косим видите потому что не прокачаны естественно так убегай пожалуйста твою же мать ребят довольно много поэтому радует что тут сквозные проемы я могу свободно вот так вот пробежаться но броня да тихо тихо ребят давайте просто потанцуем вы же умеете танцевать я видел у вас это неплохо получалось так надо забрать хилку отлично убираем разный лут о немножко патронов кстати подобрали для оптики можно попробовать да перезарядиться вот смотрите этот это летающее судно которое нам нужен да корабль этот как мне тебя завести друг мой хороший это вряд ли работает ладненько давай искать тогда да какой-то проход может быть двери мы тут открывать явно не умеем что еще живой кто-то да ладно ты падла какая шкирился ждал видимо да и сюда и сюда падла так ты меня закоммуниздил уже понимаешь что он еще прятки решил поиграть и сюда да ты умен прям не по годам ну что что мы делаем дальше ну давай попробуй что-нибудь сделать чтобы мы улетели отсюда чё чё то там и было треугольник нажать не успели мы нажать треугольник давайте посмотрим очень кинематографичные заставочки создан для прыжков во времени как я понял как в звездных воинах практически да можете его починить да без проблем починит и мы сможем управлять им я думаю вот хоть штука и ржавая старая уже да но тем не менее завести ее получилось отлично вот это круто но она по-моему была связана да вот вот это другое дело осталось осталось позвать только люка скайуокера и все будет шоколад да ну что ооо ребята я чувствую у нас большие проблемы сейчас будут те кто в самом начале этой этой миссии помните там рычал такой вот это был огромный такой главарик но я так понимаю что с ним связываться мы уже не будем угу да мы вернемся когда ты будешь готов ну давай попробуем я так понимаю что видимо на этом может бетка закончится в принципе я бы на месте разработчиков сделал бы тут уже конец мы посмотрели геймплей мы поняли как все это завязано мы посмотрели как можно кастомизировать и создавать персонажи у нас уже второй левел между прочим ну что ребят я думаю здесь можно закончить продолжим уже в следующий раз смотрите либо подождем девятого сентября а игрушка выходит свет и будем играть будем проходить с вами был олег брейн и игрушка под названием destiny судьба на ps4 всего хорошего пока 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 Продолжение следует...